Лето. Долгожданные каникулы. Какой русский, спросите вы. А если мы проведем урок в спортзале? Подтянем тело и язык заодно. И даже сделаем это с инструктором. Женя, привет. Здравствуйте. Пришла подготовиться к тебе к лету. Мне нужно прокачать мои мышцы. Я правильно говорю? Да, правильно. Мышцы. А вот она одна. Она мышца или мышца? Интересный вопрос. Не задумывался. Мышцы. Они есть мышцы. А мышца? Ну, скорее всего, да, мышца. Мышца. В зале говорят мышца. Да, в зале говорят мышца. Интересно, что нам говорит об этом словарь? Словарь думает недолго и ставит ударение на «ы» – мышца. Ну, а теперь, когда мы выяснили, что она одна мышца, давай разберемся, какую мышцу тренировать сложнее всего. На мой взгляд, сложнее всего тренировать мышцы ног. Потому что их, а точнее даже можно сказать ягодичные, потому что их мало кто чувствует. Да, да. В основном все качают ноги, а в конечном итоге накачивают щеки. Покажи мне одно самое эффективное упражнение, как накачать ягодичную мышцу. Ну, ягодичную мышцу для меня, ну, на мой взгляд, самое эффективное – это упражнение гиперэкстензия. Не дуем щеки, а запоминаем упражнение. Качался Женя, а устала я. Фух. Так, ягодичная мышца в порядке к лету готовится. А вообще, мне такой вопрос волнует. Мышцы либо мускулы? Как правильно? Мышцы. Почему? Ну, наверное, потому что набираем мышечную массу, а не мускульную массу. А я вот такое слышала, что играть мускулами, но качать мышцы. Возможно, смотря в каком случае их применять. Ты умеешь играть мускулами? Умею. Ну, а я, кстати, про ягодичную мышцу тоже кое-что знаю. Я знаю, что самое эффективное упражнение, наверное, второе после гиперэкстензии – это приседания. А в народе это присед или присед. Как говорится? Ну, вообще присед. Присед в зале говорят. А что же нам говорит словарь? Словарь все же говорит присед. Итак, присед, но приседания. Женя, сколько приседов нужно сделать для того, чтобы всю ту же ягодичную мышцу подготовить к лету? Ну, как правило, делается три подхода. По 12 повторений этого достаточно. Класс.